Здравствуйте! Христос Воскресе! На библейский портал Экзегет пришел вопрос о том, как нам относиться к выступлению Филиппа Киркурова в Дворце съездов в Кремле. К сожалению, была использована христианская символика, он вставал ногами на крест, какие-то полугулые якобы монахини бегали вокруг, и все это, конечно, очень сильно резануло, доставило боль верующим людям, потому что для нас крест Христов, мы его носим всегда на себе, это символ любви Бога к нам. И когда он служит для чего-то еще, когда он попирается человеческими грехами и страстями, нам от этого больно. Зачем, празднуя свое 55-летие, причинять боль тысячам и тысячам людей, мне не очень понятно. Вообще, это вопрос о современном искусстве, на самом деле. Если можно рассматривать эстраду как часть этого искусства, то мне вспоминается великое четверостише Заболоцкого. «А если так, то что есть красота и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота или огонь, мерцающий в сосуде?» Вот в самой красоте, в самом творчестве, которое должно создавать красоту, есть ли смысл? И Заболоцкий противопоставляет два понимания, что нет, красота — это просто оболочка, внутри которой ничего нет. Или красота — это огонь, который зажегся, может быть, от божественного дара. И должен согревать, просвещать и исцелять людей, которые к нему прикасаются, которые его видят. Мне кажется, что оба эти варианта, они правильные. Потому что, да, красота, которую творит человек, — это отражение того дара, который Бог наделил человека, когда создавал его по своему образу и подобию. Вот мы говорим, что мы веруем в Бога, Творца неба и земли, видимо же, всем и невидимо. По-гречески — Творца, поэтос. Буквально Бог — это поэт неба и земли. В богослужебных текстах, например, в тексте Крещения мы называем его «всехудожником», то есть величайшим художником, который нарисовал и создал этот прекрасный мир своим словом. И когда человек развивает в себе тот дар творческий, которому он отмечен, который в него впечатан вместе с остальными чертами образа Божия, такими как свобода, мысль, он уподобляется Богу. И если человек идет к Господу, если он эту связь бережет, если он хранит ее, если она для него драгоценна, то и творчество этого человека будет исцеляющим и преображающим. Больше всего, ярче всего это видно на иконах преподобных иконописцев. Вот те иконописцы, которые были праведны и даже причислены к лику святых за свою жизнь, они написали такие иконы, которые проповедуют без всяких слов. Кто в этом сомневается, просто сходите в Третьяковку, зайдите в зал Андрея Рублева, постойте перед его иконами. Это будет неопровержимо свидетельствовать о Божьей красоте. Не надо будет ничего говорить, все будет видно и понятно сразу. А вот если человек с Богом свою связь разрывает, если Бог для него в его жизни не нужен, то та красота, которую он творит, она помещается в кавычки и становится пустотой. Почему? Потому что на самом деле, отдаляясь от Бога, человек перестает быть на него похожим. Он теряет эти свойства. И он все больше и больше становится похож на демона просто. А мы знаем, что ангелы, и падшие ангелы тоже, как говорит Максим Исповедник, они не имеют этой похожести на Бога, они не сотворены по образу и подобию Божию. И преподобный Максим Исповедник свидетельствует, что ангелы не имеют творческой силы. Интересно, поэтому эта средневековая синтеза, знаменитая, которая восходит к блаженному Августину, о том, что дьявол — это обезьяна Бога. Он не может ничего нового создать. Он может только исковеркать, он может только изуродовать, изнасиловать, осмеять. Он берет материал из творчества людей, которые Бога знали и знают, и пользуется им. Художник может красиво рисовать, писатель может хорошо писать, но созидающего в его творчестве ничего не будет или будет все меньше и меньше. И в конце концов упрется в то, что можно описать как конец искусства, как черный квадрат Казимира Малевича. Причем в этом окончательном варианте, это антиискусство, оно почти всегда будет богоборческим. Когда в 1915 году Казимир Малевич впервые выставил свою знаменитую картину, она была помещена в интерьере в то место, где обычно висит икона. То есть он сознательно писал это как икону. Это был конец всех евангельских смыслов с его точки зрения. И вот человек, который имеет дар, например, голос и слух, или он живописец, ему нужно создавать что-то, что-то творить. Благое творить он не может, но тем не менее надо привлечь людей. И поэтому он начинает использовать какие-то вещи, которые могут людей привлечь. Или через разум, или через страсти. Поэтому почти всегда творчество современных эстрадных певцов будет так или иначе связано с блудными образами. Даже изображая монахинь, это все равно будут женщины в одеждах блудницы, фактически. Для того, чтобы будить эти страсти в зрителей. И даже если будут использованы какие-то священные символы, они будут использованы только для того, чтобы зацепить, привлечь внимание. Конечно, это беда. Это беда, прежде всего, которая происходит с таким Творцом. Такой человек, давайте попытаемся понять, для церкви в каком он статусе. Кто этот человек? Мы знаем, что Филипп Бедросович это крещеный человек. Это человек, который кощунствует и в этом не кается. Это отпадший человек от церкви. Это человек, фактически отлученный от церкви, добровольно. Потому что, если он придет в любой храм причащаться и расскажет, что он сделал, ему священник скажет, брат, ты причинил боль очень многим верующим. Ты перестал быть нашим братом. Ты публично оскорбил. Ты фактически отрекся от веры. В распятого за тебя Христа. Потому что, как говорит апостол Павел, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот крест Христов — это доказательство любви Бога к тебе. Ты публично раскася в этом, и тогда ты сможешь причащаться. А пока ты не можешь причащаться, ты вне границ церкви. Это так и обозначается. Что значит быть отлученным от церкви? Это когда тебе говорят, ты не можешь причащаться, твоя жизнь не соответствует дороге в Царство Божие. Ты идешь не туда. Перемени жизнь и возвращайся на эту дорогу. И там тебя ждут, тебя простят. Бог тебя простит. Поэтому, конечно, мы желаем Филиппу Бедросовичу долгих лет жизни, которые все-таки, мы надеемся, рано или поздно закончатся его покаянием. Чтобы как он прилюдно вот так вот оскорблял верующих людей, и чтобы он мог выйти и сказать, я ошибся, братья, обратился бы и сестры к своим коллегам по цеху. Не делайте так. Вас потом будет жечь совесть, и вам будет очень тяжело. И тяжело будет возвратиться. Тем более, что если Бог видит, что тот дар, который он дает человеку, он использует во зло и в себе в погибели, Господь может отнять этот дар. Тот дар, которым можно прославлять Бога, приводить людей ко спасению, будить их души, вот используется в погибели. Почему я об этом говорю? Потому что, если я христианин, если я верный христианин, если я присутствую на концерте, где такое происходит, я должен встать и уйти, как минимум. Не думаю, что кто-то встал и ушел. То есть, фактически, это было искушение, ну, таким почти отречением от своей церковности для всех, кто слушал этот концерт и смотрел на него. Зачем это делать, да? Горе тому, говорит Христос, через кого приходят соблазны. Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят. Лучше бы ему жертвенный камень на шее бросить его в море. Вот так говорит Господь о тех, кто искушает грехом, остальных людей, сознательно. За свои грехи каждому из нас ответить, а еще других соблазнять, это как страшно. Зачем нужно в этом участвовать? Господи, помоги всем нам прийти к покаянию. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok